Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала просвещения. Сегодня в выпуске. В поисках Нобелевской премии в Казани открылась летняя школа Фулбрайта. Мода на интеллект. В Москве проходит Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи. В начале нашего выпуска обзор новостей науки. Американские геологи из Калифорнийского технологического университета нашли в составе метеорита Альенде неизвестный минерал, который получил наименование пангит. Он состоит из кислорода и ряда металлов титана, циркония и скандия. Альенде является самым древним из известных на сегодняшний день метеоритов. Он сформировался около 4,5 миллиардов лет назад. Физики предложили использовать пигмент меланин в качестве полупроводника для создания биосенсоров и микрочипов. Он способен проводить электричество двумя способами. И так, как это делают полупроводники, и так, как это происходит в живых организмах. Кроме того, меланин широко распространен в природе и безопасен. Северо-восток США поставил мировой рекорд по росту уровня моря. К такому выводу пришли сотрудники Американской геологической службы США. Быстрее всего уровень моря растет на северо-восточном побережье между Северной Каролиной и Массачусетсом. Любопытно, что за две недели до этого Сенат Северной Каролины одобрил законопроект, запрещающий государственным органам сообщать прогнозы, касающиеся увеличения темпов повышения уровня моря. Число московских школьников, получивших по итогам ЕГЭ две двойки и оставшихся без аттестата, увеличилось по сравнению с 2011 годом почти в два раза. Об этом сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина. Цитата. Количество выпускников, получивших во время ЕГЭ двойки по двум предметам, в этом году выросло до 142 человек. В то время, как в прошлом году такие результаты получил только 81 выпускник. Конец цитаты. Вместе с тем, Исаак Калина отметил, что число заработавших высокие баллы также выросло. Московские учащиеся добились лучших в стране результатов по истории, английскому и испанскому языкам, а также по географии. В продолжение нашего выпуска новости высшей школы страны. В российском экономическом университете имени Плеханова состояла встреча руководства вуза с делегацией департамента образования провинции Гуйчжоу Китая. Участники встречи обменялись опытом подготовки специалистов в области менеджмента и информатики. С китайской стороны поступило предложение о сотрудничестве РЭУ с Гуйчжоуским университетом Минзу, Гуйчжоуским экономико-финансовым университетом и профессионально-техническим колледжем города Тунжэнь. По итогам переговоров была сформирована рабочая группа для последовательного развития сотрудничества между вузами. В Академии МНЭПа проходит 18-я международная конференция «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития РИО плюс 20». Мероприятие организовано вузом совместно с Международным зеленым крестом. Цели конференции анализ проблем экологического образования, выявления и распространения лучшего опыта в данной сфере. 43 выпускника этой программы образовательных грантов стали Нобелевскими лауреатами. Так называемая программа «Фулбрайта» основана в 1946 году и финансируется Госдепартаментом с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран. В этом году летняя школа «Фулбрайта» объединила ученых, аспирантов и молодых специалистов столицы Татарстана. Слово нашим коллегам из Казанского федерального университета. На прошлой неделе в Музее истории КФУ прошло торжественное открытие летней школы «Фулбрайт», которая будет функционировать с 20 по 30 июня 2012 года. Параллельно летние школы функционируют в МГУ и Высшей школе экономики. Очень престижно, что и Казанский федеральный наряду с самыми лучшими учебными заведениями страны совместно с программой «Фулбрайта» проводит это мероприятие. Это очень достаточно почетно, потому что это говорит о том, что вот это направление, которое в этом году является центром внимания школы «Фулбрайт», оно наиболее хорошо развивается в Казанском университете. Представлены профессорами Казанского университета, учеными группами, фабрикаториями. Школа здесь в Казан, в Казанском федеральном университете, потому что это один из самых лучших университетов в России. Программа обеспечивает образовательные обмены для студентов, ученых и преподавателей. На конкурсной основе представляет гранты талантливым студентам, ученым и исследователям со всего мира. Из 95 поданных заявок отбор прошли 25 молодых ученых из Казани, Москвы, Архангельска, Астрахани, Ярославля, Красноярска, Якутска и других городов. Казанский федеральный университет представлен четырьмя участниками. Программа летней школы, она меня заинтересовала, и мне в частности интересны такие разделы, как биоремедиация, фиторемедиация, почв загрязненных, допустим, тяжелыми металлами или нефтяными продуктами. В рамках программы для участников школы проходят практикумы, круглый стол, открытые лекции от ведущих преподавателей Казанского университета из США, а также полевые выезды, экскурсии по городу с занимательными рассказами об истории Казани. Они будут участвовать в практических занятиях, где все новейшие методы они попробуют своими ручками. Мы так подготовили практические занятия, чтобы они могли познакомиться с новейшим оборудованием, которое было куплено по программе развития Казанского университета. Программа Фуллбрейта является одной из самых престижных наградных программ в мире среди подобных. Она работает более чем в 155 странах мира. На ее счету более 300 тысяч участников с момента основания программы, а 43 выпускника программы Фуллбрейта получили Нобелевские премии. И кто знает, быть может совсем скоро одна из фамилий студентов Казанского федерального засверкает в числе Нобелевских лауреатов. Развитие моды на интеллект. Этот девиз стал лейтмотивом 12-й Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи. Она открылась в Москве в 57-м павильоне ВВЦ. На интерактивной площадке состоялись презентации научных проектов молодежи. В рамках выставки прошел конкурс работ учащихся и выпускников колледжей «Новое поколение-2012». На церемонию награждения побывал Артем Борисов. Уже 12-й год подряд в середине лета на ВВЦ наступает праздник науки и техники. Самые футуристические идеи, которые только могут возникнуть у современной российской молодежи, представлены здесь. Причем многие из экспонатов не просто макеты, а действующие модели. Например, вот этот болид. Он уже участвовал в международных гонках «Формула-студент» и скоро снова отправится на соревнования. Есть и более масштабные проекты и задумки. Это и школа будущего, и беспилотные летательные аппараты и даже роботы. Одним из центральных событий выставки стало вручение наград победителям конкурса «Новое поколение», который уже в третий раз собирает самых изобретательных учащихся и выпускников колледжей со всей России. Мы проводили работу «Сравнительная характеристика водкурортов Сибири». Анализировали воды наших курортов сибирских. И чтобы сравнить с кавказскими, европейскими и доказать, что наши курорты намного лучше. Ну то есть превосходит и лучше отдыхать у нас. Вот. И заняли второе место. Победителем в номинации «Лучшее конструкторское решение» стал студент столичного строительного колледжа. На суть жюри он представил два проекта. Медицинскую кровать для вытяжки позвоночника и прибор ограничения потребляемой мощности «Тангаш-1». Оно позволяет отключать недостепенные потребители. По настройкам хозяина. Это будет у нас традиционный, электрокотел и лампочка. По словам организаторов конкурса, конкуренция с каждым годом все выше. И отбирать победителей все сложнее. Также расширяется география соревнований. И что еще приятнее, увеличивается количество спонсоров. Для конкурсантов из других городов они устраивают различные мероприятия. А победителей награждают ценными призами. Михаил Михайлович, Мавляшин принимает участие уже в третьем конкурсе. И каждый раз его ребята получают какие-то призы. Глядя на этот, может быть, небольшой конкурс, один из конкурсов, который проводится у нас в России, творческих работ учащихся и выпускников колледжей. Но динамика есть, динамика есть, ребята занимаются, все больше занимаются научно-техническим творчеством. И я думаю, что на будущий год будет еще больше работ. В конце церемонии вручения организаторы объявили о начале приема работ для следующего конкурса. Он пройдет ровно через год. Артем Борисов, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Мир науки, образования и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. До встречи. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова